Всем привет! Данное видео посвящено мной обработке роликов в программе VirtualDub. Я в процессе работы над записями из игр столкнулся с проблемой обработки полученных файлов. То есть Fraps создает видео очень большого объема и возникает необходимость потом это видео каким-то образом перекодировать. Я выбрал для этого программу VirtualDub. Она обладает всеми необходимыми функциями, но достаточно сложна в освоении. Давайте для примера возьмем снятое мной видео ранее. Мы видим, что здесь содержатся файлы по 4 гигабайта. Это стандартный размер, который создает Fraps. То есть общая длительность файлов, вот оно и записано, это было около 40 минут. В итоге, то есть несколько, около 9 файлов по 4 гига и один вот кусочек 700 метров. Вот этот кусочек я и возьму, он еще не обработан. Это видео изобливлено, как можно видеть. Что нам нужно в первую очередь? Нужно определиться с требуемым качеством в итоге. То есть мы можем получить быструю обработку и низкое качество. Или долгую обработку и более высокое качество. Собственно, качество задается прежде всего кодеком, который мы будем использовать. Вот у меня есть список кодеков. Выбрав кодек, мы можем открыть меню уже более подробного редактирования. Чуть позже я на этом остановлюсь. Также нужно определиться со звуком. Будем ли мы в нашем ролике слушать звук. Поскольку я использую кодировку в два прохода, в первом проходе я звук отключаю. Для простоты мы сделаем быструю кодировку для примера. Поэтому звук отключать не будем, но нам нужно его тоже кодировать. Иначе уменьшение объема не получится у нас. Для этого выбираем вот здесь в меню аудио пункт Full Process Mode. Снова аудио и compression. Здесь открываются аудио кодеки. Нужно выбрать кодек. Я выбираю вот этот MP3. Выбираем также качество. Ну, чем выше, тем лучше и тем больше будет объем в итоге. Затем меню видео, compression. И опять, вот мы уже видели это меню. А это список кодеков. Часть кодеков стоит по умолчанию. То есть мы же устанавливаем кодеки для просмотра фильмов. И эти кодеки будут отображены вот здесь. Но я дополнительно скачал и установил вот этот кодек. H264. Открываем его свойства. И здесь мы выбираем количество проходов. Сингл пасс это один проход. Мульти пасс это несколько проходов. Ну и сингл пасс тоже вот здесь подразделяются. На, как бы, виды. Я выбираю обычно вот этот. Если в один проход делать. Так. Так. Да. И вот этот ползунок устанавливает качество получаемого ролика. У меня установлено 1000. Чем больше будет качество. То есть чем больше будет битрейт. Так называемый. Тем больше будет. Тем качественнее будет видео. Тем больше будет его объем. И тем больше времени потребуется на кодировку. Я выбрал 1000. Оставим как есть. Ок. Убираем save as av. Ну и здесь забиваем имя. Сохранить. Вот начался процесс кодировки. Сейчас он идет довольно бодро. Но в обычных условиях, как я делаю, как бы, свои видео. Конечно, занимает этот процесс гораздо больше. По времени. Ну и файлы по объему у меня больше. И я делаю в два прохода. То есть это время увеличится еще в два раза. Ну а здесь всего около двух минут мы видим требуется. Собственно, даже тот ролик, который я сейчас пишу, мне тоже будет необходимо перекодировать. Поэтому итоговое качество я пока не могу гарантировать. Сам не знаю еще, что получится. Это, честно говоря, моя вторая попытка записать такое вот своеобразное обучающее видео. Я сам не профессионал в этом деле. Тоже вот методом научного тыка, методом чтения различных статей в интернете. До всего дошел, как бы, сам. Увеличивается, видим, время вот здесь. То есть вот эта цифра весьма приблизительная. Но это очень быстро, я скажу. Те видеоролики, которые я выкладываю на YouTube, соотношение времени игрового и времени на кодирование видео, примерно 1 к 6. То есть час видео, это около 6 часов кодирования ролика. А если еще обрабатывать звук, то еще больше, соответственно. Вот, почти закончилось. Продолжение следует... Все. Можно программу закрывать и оценить полученное видео. Так, а где оно у нас? Куда я его сохранил-то? Вот, по-моему. Если на тебя нападет этот трусливый маг, можешь без колебаний применять любую... В общем, качество неплохое, но видео это меньше минуты. Нам надо поспать. Для сравнения можно взять исходный файл. Он у меня в другом месте лежит. Тут небольшая путаница возникла. Вот этот файл я обрабатывал. Вот. Если на тебя нападет этот трусливый маг, можешь без колебаний применять любую... Вот. Ну, теперь я продемонстрирую другой способ обработки видео, того же самого ролика. Мы его также откроем. Да, и вот спрашивали у меня в личных сообщениях, как склеить вот эти все полученные ролики в один. Для этого есть функция, как бы, открытия файлов последовательно. Выбираем Open. Выбираем... У меня здесь пронумерованы, для удобства. 0.1. Затем также Open и вот это меню App and AV Segment. И выбираем следующий по времени, по хронологии, как бы, кусок видео, который мы хотим склеить. Ну, 0.2, соответственно. Ну, и мы получили уже видео длиннее в два раза. То есть, они, как бы, идут один за другим. Как же нам их склеить в итоге? И на этих двух роликах я продемонстрирую другой способ обработки видео, который я обычно использую, как бы, для обработки своих роликов. В два прохода. То есть, в первом проходе нам звук не нужен. Я его убираю. Выбираю кодек, видео кодек. Редактировать. Вот здесь Multipath. Первый паз, первый проход. Здесь 1000 у меня. ОК. ОК. Вот этот вот труднопроизносимый пункт меню. Save as AV. Здесь я выбираю любое произвольное название. Сохранить. Но ничего пока не происходит. Это мы отредактировали только первый проход. Теперь начинаем редактировать второй проход. Здесь я уже включаю звук. Здесь я уже включаю звук. Дорожка 1. Full Process Mode. Compression. Audio Codec. MP3. Затем видео. Видео снова Compression. Тот же кодек. Но выбираю уже Multipath N-Path. То есть, это второй проход. Больше ничего менять не нужно. ОК. Снова тот же пункт меню. Снова Save as AV. И уже здесь имя, которое я хочу получить в итоге. Как готового ролика. Снова сохранить. Но ничего не происходит пока что. Мы задали последовательность. Первого и второго прохода. Чтобы запустить эту последовательность, нажимаем меню файл. Меню файл. И пункт Job Control. И здесь мы видим, как бы, вот это такой сообразный планировщик. Мы задали 2, как бы, файла. Вот они. Чтобы началось кодирование, нужно нажать кнопку Start. Делать я этого сейчас не буду, потому что процесс кодирования займет много времени. Это просто, как бы, для примера. В общем-то, вот такое вот небольшое обучающее видео. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что оно поможет начинающим летсплейщикам делать более качественные ролики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok